Всем привет! Сегодня у меня отчаянная попытка снять влог и снять влог про ароматы Квантины Биши. Конечно, я хотела бы снимать начало влога не в грязном зеркале лифта, но у меня дома тем более не снимешь, потому что у меня дома веселые детские крики, которые я очень люблю, но которые очень мешают вообще что-либо снимать. Поэтому, может, я, конечно, запишу еще на другой вариант, да, но вот как-то так. Хочу потестировать большинство ароматов Квантины Биша. Господи, спаси, сохрани мой нос. Господи, пожалуйста, спаси, сохрани. Спаси, сохрани, господи. И, короче, вывести какой-то Бишевский стиль, почерк. Вообще поговорить и подумать о том, что он такой снимает, а он делает легендарный. Что ж, вернемся с вами в квартиру, в уютное такое пространство, чтобы немножко поговорить о том, кто такой вообще Квентин Биш. Я напоминаю, что вы на канале NetoBet, это влог с такой, знаете, маленькой информационной вставочкой. Просто хотела напомнить, что Квентин Биш – это один из таких самых, наверное, популярных сейчас знаменитых парфюмеров, который сделал, ну, наверное, все-таки венцом его славы является флер наркотик, а также ганимет. И его судят в основном по этим ароматам, о нем говорят, о его фирменном стиле, о штрихе, да, Квентин Биша. Этот молодой человек очаровательнейший на самом деле. Родился, так сказать, опять же, это такой штамп, но мне он очень нравится, это красиво звучит. Он родился в шлейфе Шелемара, потому что его мама взяла с собой народы, взяла с собой Шелемара и обливалась им, чтобы облегчить себе схватки. Соответственно, он родился просто в шлейфе аромата. И Квентин Биш был человеком, который, ну, просто чудом, наверное, тоже попал в парфюмерную индустрию, не имея какого-то образования в Исипко, например, да, плохо владея химией, он через частную школу Живодан, поступив в частную школу Живодан через собеседование, вот, стал работать в парфюмерной индустрии. И я буду обозревать, ну, не обозревать, смотреть, тестировать. Это не какой-то супер-пупер профессиональный затест, предупреждаю вас, там нет гиперразборов. Это поход по магазинам и такие живые какие-то первые впечатления. Я буду обозревать его ароматы, которые он делал давным-давно, и последние работы, и искать этот последний фирменный штрих Биша в всех, наверное, брендах, во всех парфюмах, которые он для них делал. Погода просто изумительная, чтобы гулять, но, к сожалению, немножечко болеем, и гулять не получается в последние дни, но все равно, хотя бы я прогуляюсь. Так вот, что касаемо Каванитин Биша, просто в последнее время это, наверное, человек, который делает самые легендарные ароматы. Ну, ганимет, конечно, он уже достаточно стар, можно так сказать. Ну, а Энцелад, Флёрный Котик тоже старый, но его приглашают, например, для новых работ Амуаж, опять же, Делина, все ее продолжения, Вала, последний там аромат от Парфюм де Марли. И поэтому я хочу все потестировать, говоря, что это зубодробительно, в последнее время он такую жесть прям делает, но нашел какой-то вот ключик к сердцу людей. Очень интересно потестировать другие ароматы. Какой-то ключик. Так, первая станция у нас с вами будет цветной. Я не знаю, это в основном, наверное, люкс буду тестировать. Там я, наверное, потестирую туфельки Каролины Эреры и, ну, что-нибудь еще потестирую из, наверное, люксового. Потом мы пройдемся с золотого яблока и в космотеку и того для Элдера. Я думаю, так, решим. Со мной сегодня подружка, я вам ее не покажу пока. Она будет, наверное, ассистировать, возможно, Лизе. Привет, если ты смотришь этот блог все-таки в своем сложном графике. Вот. Так что начнем. Начнем с цветом. Так, ну я решила начать с туфель от Каролины Эреры. На самом деле удивительно, но факт их дело какой-нибудь не бишь. Но, правда, в содружестве я решила вот последнюю вот эту вот пафосную послушать, которая в стразниках. Наверное, привет Лене передаю, потому что это не мой вообще профиль. Это очень сладко. Такая типичная история сладостных, сладких-сладких ароматов. Я... Ну, он не карамельный, он такой конфетный. Я хотела найти вот эту бишевскую какую-то жесть, и я ее не почувствовала. Это прям конфетка. Сладкие цветочки, фруктики. Как будто бы клубничка, яблочко. Ну, вот что-то такое. Идем искать дальше. Я нашла местечко, где могу показать себе. Да, могу вас показать. Блин, какая красотка. Просто посмотрите, это моя подруга. Да, кстати, продолжаем. Я вспомнила, что еще намат тоже бишевский. Поможешь мне пшикнуть? Ты мне как раз поможешь, пожалуйста. Нет. Видите, вот такая вот у меня подруга. Ты просто пшикни его от намат. Ассистент. Спасибо большое. Как тебе, кстати? Я говорю, игнорала. Кстати, кожаный. Я никогда не слышала, что у него есть какой-то кожаный аспект. Он похож немножечко на... Даже не знаю. Но прям только кожаный с животиночкой. Я до этого этого не слышала. Красивый. Классный. Я буду периодически показывать себя. Знаете, ну это же вложек. Оп, нашлась. Я никогда не слышала в... Намаде. Такой же ватинки. Класс. Мне нравится. Я что-то захотела даже. Подождите, я должна вернуться. Клой. Что ты со мной делаешь? Тут даже акция написана. Так. Написано 50%. Но что-то как-то... Я решила твиттерить и не идти в космотеку, а найти кусочек космотеки в цветном. Поэтому сейчас будем тестировать вот этот... Почему нельзя переворачивать камеру во время видео? Объясни мне, пожалуйста. Что это за... Что? Буду, короче, тестировать вот этот аромат. И вот-вот-вот-вот-вот-вот. И этот аромат, это сделал Квентин Биш. То есть Германа. Германа сейчас буду тестировать. И эксперимент тут Куэксис. Тут, кстати, в принципе, стоит и основная линейка Квентин. Как бы... Ганимед и его друзья. Его братья. Герман. А мой кот. Короче, очень много французского, который я как бы знаю, но как бы нет. Вот ищем Бишевскую магию. Да. Здесь очень много мха и розы, по мне. И очень много мха, который как раз... Бишевская горечь такая немножечко... Такая мброксановая. Прикольный. Прикольный. Так, что здесь, кстати, по составу? Почки черной смородины, черный перец, гальбаном, ладан. Гиасмин. То есть людей уже молекулы, в принципе, пугают. Амброксан, как я и сказала. Хотя я не знала состав. А Квентин Гидж прям даже подписан, знаете, чтобы все знали, что это Квентин Гидж. Не, ну это здорово с другой стороны. Давайте еще потестируем эксперимент от Крутис. Я мало с этой линейкой знакома, но этот парфюм неизвестен, опять же, потому что Лене нравится. И вот Ариберт. Не цепляйся. Как это выглядит? Ну тут, по-моему, тоже должна быть роза почули, почули роза. Да. Кстати, он намного мягче, чем вот этот аромат, который был предыдущий. Где... Ага. Я поняла, что Герман это прям Вишевский товарищ. А это что-то более приятное, мягкое, пряное. Но, если честно, я бы больше цену поставила, наверное, за Германа. За моего Германом. Германом. Ну, такое. Ну, приятный. Но, такое ощущение, как это все ганимед, ребят. Я серьезно говорю. Интересно, кто раньше был создан? Ганимед или это не написано в обсуждании? Ганимеда подобный товарищ. Как он его делает? Как он делает из разных ароматов просто ганимед? А я ей не скажу. Я там где-то ей скажу. Снести, она взяла ганимед просто. Он очень похож на ганимед. Я еще даже нанесу вам ганимед параллельно. Он же тут есть. Просто полочка карантин. Ничего отличного. Но это просто его. Да. Они похожи, очень похожи. Ну, с исключением, что, конечно же, здесь чувствуются какие-то подчутки. Здесь чувствуется опять ног и розы здесь чувствуются. Здесь же есть розы, друг. Есть? Да, конечно. Вот. И подчутки. Но, по сути, очень ганимедоподобный товарищ. У тебя, кстати, как за кадром лезут? Ну, ты просто скажи ей. Я не хочу позориться на камеру. Ладно, мне потом скажут, похожи они или нет. Нет, я напишу здесь. Он скажет, похоже или нет? Да, мое мнение очень важно. Есть ли что? Да, это мне не очень важно для нас. Я, по-моему, поняла его дух. Ну, вот пока по тем ароматам, которые именно к нему относятся, которые он в содружестве сделал. Потому что они... С вот этой вот шафрановой горчинкой, которую он умеет доставать из разных... Из разных абсолютно разных продуктов. Мы не знаем, что это добавлен в каждый аромат, потому что, ну, как бы, да, пирамида, это же дело условное. Но в нем есть такая немножечко металлическая, механическая, йодистая составляющая, которая удивительным образом привлекает. И еще такой запах глянцевого журнала. А люди хотят глянец. Вот он везде добавляет этот глянец, на самом деле. Поэтому, что в ганимеде, что вот в этом аромате есть, вы знаете, немножечко... Мне кажется, это у людей ассоциируется с каким-нибудь, типа, там, Дьявол у нас от Прады. Вот это вот все так здорово, круто и хочется. Хочется на обложку. Вот, поэтому... Кстати, когда меня как-то снимает, я автоматически начинаю вести себя, как будто я что-то рассказываю, доказываю, а не блок у меня. А у меня блок. Продолжение следует... Так, ну вот я и дошла, собственно говоря, до Золотого Яблока. До Святой Святых. Блин, у них, конечно, выбор реально получше. И сейчас я тоже пойду по парфюмам Квентиной Биши. Наверное, пойду в Буа Империаль. Чего уж кривить душой. Потому что это... А, еще вот здесь есть аромат, который его... Сейчас мы его с вами найдем. Или не найдем. Десерт Суав. Наверное, мы его не найдем здесь. Ну ладно, тогда мы пойдем в Эсэншио. Правда, там всегда куча народу. Вот, мы с тобой, дорогой мой слушатель, остановимся. Наверное, Радиант Мираж. Кстати, когда вышла линейка Estee Lauder, это первый аромат, который я захотела. Потом захотела Сеншуа Старс. Это пакт сейчас. Но вначале Радиант Мираж. И я не знала, что мы сделку Энди не пишем. Так что, давайте с вами слушать. Сейчас будем слушать. Слушайте, как красотчик. Здесь миши не осталось. Отсюда пахнет просто очень мшисто. Здесь жасмин, пачули. Что это еще за явно? Пахнет очень мшисто, но... Очень сложно разобрать. Но вот этот дух мха горьких пачули, таких очень древесных, очень пыльных, снова мне напоминает Куэнтина. Не знаю, хочу ли я, потому что у меня было желание большое купить на ресейле, маленькую версию. Теперь не знаю, потому что здесь просто не потестили. Ладно, продолжим. Так, ну что, мы дошли до Парфюм Де Марли. И вот, собственно, последний Валайя, который тоже делал Квентин Биш. Если честно, я думала, что он будет более белый. Упаковка симпатичная такая, белая, с жемчужным отливом. А вот сам флакон, я думала, что он будет фарфоровый белый, он полупрозрачный. Сейчас потестируем. Высший пилотаж. Просто опять гнета с ландышем. Вот опять ганимедоподобный товарищ. Прям очень яркий ганимедоподобный товарищ. Зубодробительный. Не вижу смысла. Ну-ка, подождите. Понятно. Слушайте, ну это прям ганимед. Ганимед на минималках. Кажется, Квентин Биш в последнее время особо не старается. Его просят сделать и ганимед, только для нашего бренда. Он такой, а что у вас там? У вас там розочки, у вас там милота всякая, да? У вас там фарфоровые флакончики вот такие вот очаровательные, да? С пимпочками такими вот. Сейчас покажу. И он такой, так, тогда я к ганимеду добавлю немного жасмина ландыша и каких-то таких нежнядин. А-а-а! Я на руку попала. Слушайте, это реально ганимед как бы. Зачем? Ганимед только с белыми кисочками. Знаете, консультанты пробегают на меня, чтобы не попасть в кадр. Так, но бренда Essential Parfum даже не надо искать, да? Тут все написано. Кто что сделал. Поэтому мы тут просто берем Буа Империаль. Слушайте, ну если честно, я хотела взять бы, менять сурку даже. Они здесь сейчас по 1700. Маленький тревел-версий Буа Империаль. Из-за этого он был похож на ганимеда. Он похож на нем. Добавлено больше какого-то цитруса. Больше травности, фужерности даже какой-то. Надо почитать состав, посмотреть, что там в составе. Но это не то, что я хочу. Ганимед меня привлек как раз с вами таким синтетическим, ярким, таким шафраново-йодистым стартом и базовым. Собственно, как там все так и осталось. А здесь все же слышно, слышно какие-то цитрусы, слышно травы, слышно пряности и дерево. Не то, что я хотела. Ну, похоже, да, конечно, не очень похоже. Очень похоже на вот Валая, которую я нанесла в предыдущий раз. Она на старт очень похожа, но расходится все-таки более пудрово, мускусно. Прям в базе мускус все-таки. А этот надо тоже, конечно, носить. Скорее всего, тут наоборот старт другой. А вот вазы ганимедные. Потому что он сейчас все больше и больше похож на ганимедные. Так, ну и еще я послушала скандал мужской. И ля бель женский. Выглядит все, конечно, как у Пугатье. Все шикарно, все просто роскошество. Но, по сути, скандал мужской. Это прям чисто мужская парфюмка. Сладкая, с такими нотками. Эвкалиптовая шалфеечка. Да, все прям, знаете, пена для бритья. Плюс немножечко сладкого парфюма. А все могло быть так красиво. Но как-то, знаете, как вот на вид это так чисто альфач. Так оно ощущается. Альфач. Настроение альфач. Но, опять же, здесь Клентин Биш делал в сотрудничестве. Не один. Поэтому нельзя однозначно сказать, что это прям его парфюм. Поэтому не будем так уж на этом зацикливаться. Так же, как, кстати, и с Каролиной Эрерой. Да, и с ее ароматами Good Girl и так далее. Что еще надо найти? Так, ну, еще один парфюм от Элды, который я нашла в Золотом Яблоке. У них, кажется, тоже есть такой корнер космотечки. Такая украденная космотека. И я бы вообще не сказала, что он хоть как-то имеет отношение к предыдущим всем товарищам. Во-первых, это сделано было намного раньше. И он очень мягкий. Очень похож, кстати, на Тильду Свинтон из этой коллекции. Вот так. Наверное, я на этом буду уже заканчивать. Наверное, на этом мы закончим с вами этот изучение Клентина Биша. Вот, и, собственно говоря, еще один комментарий будет из дома. Но было круто. Ну, что по итогу я бы еще хотела добавить, после того, как я попутешествовала, да, и мы с вами посмотрели, послушали ароматы, которые сделала Клентин Биш, Буа Империаль показался мне для меня лично не дотягивающим до Ганимеда. То есть, если вы знаете его до Ганимеда, окей, это хорошо. Если вы тестируете его после Ганимеда, по мне не хватает этой мощи, этого такого вот этого холодного металлического шафрана, вот прям явно не хватает. Там много какой-то для меня было травности и кислинки даже в начале, хотя, посмотрев пирамиду, я поняла, что там нет никаких цитрусов, но я прям слышу какую-то такую фужерность и травность. При этом парфюм де Марли Валайя, который не должен быть вообще похож, ну, во всяком случае, по пирамиде, вот так же, в таком, знаете, взгляде со стороны, но он в начале просто клон Ганимеда, и, пшикнув на руку, я чувствовала Ганимед, чтобы вы понимали до конца дня, плюс какой-то зубодробительный мускус, а-ля мускус, или Атар Коллекшн мускус, или какие-то, если разбирать по запчастям ароматы Тициан Теренция, оттуда что-то. То есть, какое-то, знаете, соединение Ганимеда и мускус для тех, кто такое любит, прекрасно, но парфюм никак не ассоциируется вот с этим милым, нежным, романтичным образом, с какими-то ландышами, с чуть ли не свадебным парфюмом, вообще нет никаких ассоциаций от слова совсем. Поэтому тут, конечно, на любителя. То, что я там наговорила про Эксперимент от Круцес, частично согласна, хотя, например, Лиза сказала, что нет, моя подруга, что ей не похоже, что, например, Эксперимент от Круцес, он сладкий, точнее, не сладкий, он тёплый, а Ганимед по текстуре холодный, но невероятно, но факт, Лиза вначале обхай в Ганимед, влюбилась в него в конце. Это просто магия Ганимеда, и сказала, что хочет его себе. Ну вот, вот, думайте сами, решайте сами. Что ещё, какие я итоги вынесла оттуда, что старые работы Бишин, он в основном был в составе с другими парфюмерами, и вообще, если открыть какие-то старые интервью, старые биографические данные о нём, последние слова там работников, ну, где он работал в Живодан, это то, что молодой начинающий парфюмер подмастерье, то есть начинал он совсем как подмастерье на пробу такой, вот туда-туда его подсунули, там он подработал, там он помогал в создании аромата, и там вообще не чувствуется никакого характерного элемента. Это ароматы, которые Каролина Эрера, вот эти вот туфельки, что ещё? Это вообще там ещё Бэтбой, туда же Каролина Эрера, это старые какие-то Жан-Поль Готье, там сладость очень попсовая, попсовая, ну, так цепляющая с точки зрения попсовой сладости, вот она, насколько она может быть в принципе такой завирусившейся, да, хорошая, цепляющая, классная, будоражащая, а-ля, ух, девочка-вечеринка, вот что-то такое. Я думаю, что после того, как он сделал свой флёр-наркотик, и вот уцепил эту тонкую грань, эту какую-то колючесть, эту, вот это вот, я называю это мох-почули-амбраксан-шафран в одном месте, то есть это какая-то вот эта вот такая горечь деревесная, щепковая, плюс с металлическим шафранным оттенком, который въедает тебе в мозг. Я хочу работать вокруг Лаки Галла Ууд, который является эксклюзивом к живодану. Лаки Галла Ууд, в принципе, это продукт, который мы получаем в том, что мы получаем в пачули. Мы использовали пачули в Индонезии «сustainable», и мы взломали его, мы взломали только одну часть этого пачули, одну часть, которую мы не используем обычно, это называется «лупcycling». И для первого раза, мы дали жизнь в этот продукт, мы его valorировали, и мы поняли, что он был удачным вкусом. Бои, ветивер... И как будто бы, как вы знаете, на него нанизываются все остальные компоненты, и они также остаются на тебе плотно. То есть он нашел это сочетание молекул, которое очень, очень стойкое, и все, что на него нацепится сверху, оно, в принципе, тоже с ним сохраняется. Такая идеальная база. Флёр-наркотик туда. Ганимед, я думаю, что он просто взял этот свой кусок и его голым выложил. То есть у меня ощущение, будто ганимед – это был его вот такой, знаете, небольшое обнажение, что ли, как сказать. То есть вот там он прям вот... А зачем мне, в принципе, что-то на это класть? Я просто это выставлю голышом. И сначала люди такие, фу, что это? Потому что выглядит как будто вначале, как будто что-то недоработанное, как будто что-то недоделанное. Но потом она так красиво раскрывается на коже, что ты не можешь ничего с вами поделать. На бумаге эффекта не будет. Это, знаете, как молекулу современного, там какого-то ганимеда, 21-го года молекула. Наносите на арку, и это какая-то магия просто. А дальше бренды такие, господи, нам это надо. Сделай нам тоже вот с этой своей хреновинкой, но что-то ближе к нашему бренду. И понеслась, да, неважно. В общем, и понеслась. Для каждого бренда он вот по чуть-чуть чувствуется этот штрих, чувствуется эта нотка где-то послабже, где-то посильнее. Но вот есть это ощущение, будто вот эту свою какую-то, свою вот эту оболочку он использует. И честно, мне нравится она. Но опять же, это, наверное, все-таки дозировано. То есть, имея ганимед, я бы не хотела иметь Валайо. Имея ганимед, я бы не хотела иметь Буа Империаль. И в обратную сторону, потому что, в принципе, технически как будто бы они друг друга повторяют. Вот такая история. Кстати, эти кусочки видео домашние я снимала, близко поднеся к себе записывающее устройство. И, соответственно, говорю немного мягче, спокойнее. И, как мне кажется, с лучшими интонациями. Потому что обычно я очень куда-то несусь и забываю делать акценты. Но вот такое, знаете, замедление из-за того, что мне нужно говорить помягче, поспокойнее, потому что он очень близко к моему рту. Я думаю, оно должно позитивно как-то сказаться на тексте. Но напишите, пожалуйста, как вам кажется, да? Что-то поменялось или нет? И как вам больше было и приятнее слушать. В общем, надеюсь, вам понравился историк Вентина Биша и вот такой вот беглый затест. Я с вами не прощаюсь. Я всегда на канале. Смотрите другие мои видео. И помните, что мир полон необычных ароматов. Никогда не гордите с малым. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok